Всем привет! Подписываемся на мой чат телеги любящий спорт Ссылка в комментарии Поговорим сегодня о возможном первом приобретении факела под руководством Дмитрия Пятибратова И вроде как уже в некоторых источниках пишут, что велика вероятность перехода Святослава Кожедуба Атакующего полузащитника Чайки в стан Воронежского факела Что я вообще об этом думаю, что вообще считаю по поводу его перспектив Ну тут, ребят, и поговорим Ну начнем с того, что, знаете, Дмитрий Пятибратов стал уже официально новым главным тренером факела Ну естественно он, как новый тренер, имеет право просить приобрести ему футболистов, руководства Потому что все-таки состав должен под нового тренера тоже подстраивать руководителя Если он хочет, чтобы факел с последнего места ушел Как говорится, да? Потому что сейчас самое время Он вроде как Кожедуб может и на фланге сыграть, может и нападающего сыграть, может под нападающим Ну статистика у него такая, знаете Он забить может, а голевых передач почему-то у него нет практически За карьеру Я вот посмотрел В прошлом сезоне за Чайку 23 матча сыграл, 4 гола забил, 6 желтых Карточек заработал Голевой передач не одной И в этом сезоне 5 матчей ФНЛ и 1 гол Пока что Ему 22 года То есть, ну он за Чайку играл, я смотрел За Акрон там он несколько матчей провел Ну я так посмотрел, за Акрон еще ФНЛ тоже Не во второй лиге, там непонятное дело Не в премьер лиге А именно ФНЛ Ну там мало он играл А так, два сезона уже за Чайку вроде как И Пятибратов хочет его приобрести Ну если Пятибратов просит, значит, наверное, он видит какую-либо перспективу В этом футболисте Потому что все-таки он и в прошлом сезоне работал с ним И в этом он уже, ну практически, вот он Чайкина, по-моему Ну больше полугода точно И поэтому, конечно, он футболист, наверное, знает И я, например, тоже выступал бы за этот трансфер Знаете, ребят, почему? Потому что, во-первых, 22 года Еще молодой футболист Я думаю, что он будет стараться себя проявить Это не то, что там какие-то мертенсы Просто вот я вам для сравнения скажу Мертенсу 29 лет Ботев с ним контракт не продлил Сами понимаете, что за футболист И играл он там во втором дивизионе Нидерландов Да, Кожеду тоже сейчас играл в низших лигах Но ему только 22 года То есть ему, как говорится, есть куда расти Есть перспектива И причем главный тренер лично хочет его видеть в команде И раз он так говорит Значит, он точно не хуже Богателли, Богомаева, Мертенса и других Смущает только, что голевых передач у него нет Это вот смущает Трансферная стоимость его 250 тысяч евро По трансфермаркту, не знаю Будет ли факел покупать, не будет его Может, он контракт будет расторгать человек Я не знаю, каким образом все это будет происходить Но вариант достаточно интересный, я считаю, что Но тут, ребят, надо, понимаете, помимо Кожедуба еще Минимум несколько человек приобретать Минимум у человека 4-5 Потому что состав, на мой взгляд, у факела совсем не укомплектован Кожедуб, может, факел и поможет Но он один не вытащит Но я, например, за этот трансфер А что думаете вы? Пишите ваши комментарии Всем удачи, подписывайтесь на мою телегу Ну и пока!